Приветствую вас, но нын. Легче всего на ваш вопрос ответить через ваших собственных родителей. Смотреть. Вот какие приоритеты были у ваших родителей? Ну, какие были приоритеты у них? Что у них было на первом месте? Что у них было на первом месте вербально? То есть то, о чём они говорили. И что у них было на первом месте не вербально? То есть то, что было по факту. Вот, вспомните, если потребуется, сравните себя с ними, и вот вам будет понимание того, какие у вас приоритеты. Понимаете, здесь дело не в том, чтобы расставить приоритеты правильно. Здесь дело в том, какие у вас ценности. Потому что, чисто объективно, люди, ну, живут по-разному, и, в общем-то, некоторые люди, мужчины, например, сидят дома и занимаются только хозяйством, только детьми и всё. Кто-то, наоборот, значит, там, постоянно в командировках, в работе и прочее. И дело не в том, как это всё организовано. Дело в том, насколько организация соответствует внутреннему состоянию, внутреннему миру человека. Потому что, если, если та система приоритетов, которая выстроена не соответствует ценности человеку, она, естественно, будет приносить ему негативное, естественно, будет приносить ему неудовлетворенность. Это нормально. Потому что, неудовлетворенно, здесь, по большому счёту, такой некий сигнал. Сигнал в том, что, ну, что-то не в порядке, что вам нужно что-то исправить. И, вы выдаёте, с одной стороны, вы создаёте такой запрос, да, помогите, значит, расставить приоритеты. Это хороший запрос. Для этого нужно исследовать систему ваших ценностей. И чётко выстроите её. И после того, как будет выстроена чётко ваша система ценностей, вы сами себе расставите приоритеты, и всё будет в порядке. Это первое. Второе. То, что вы спрашиваете, как быть, упирается в вопрос, чтобы что. Потому что цель или вектор аккумулирует ресурс. И не наоборот. Только так. будет цель, будет вектор, который, опять же, определяется вашими ценностями, тем, что вам важно. Именно вам. Не в контакте, там, семьи и кого-то. Именно вам. Мне. Да? Вот это и будет тем направлением, куда вы будете двигаться. Теперь. Что касается мужа и ребёнка. Вы говорите, что муж всё внимание и заботу принимал на себя до рождения ребёнка. В пользуясь этим, свесил, сел на шею и свесил ноги. Как вы говорите. Вообще, по описанию вашему, у меня сложилось такое ощущение, что мужчина ведёт себя как ребёнок. Ну, собственно, у меня к вам возникает в таком случае вопрос. Если мужчина ведёт себя как ребёнок, то вы, получается, ведёте себя как родитель. Мужчину позиция ребёнка устраивает, а вот устраивает вас, устраивает ли вас позиция родителя. В связи по тому, что вы обращаетесь к психологу, но он не устраивает. Если не устраивает, что возникает вопрос, а как вы в этой позиции оказались? Потому что я уверен, что до рождения ребёнка вы понимали, каков ваш муж. Вы понимали, что он ведёт себя как ребёнок. Не потому что он плохой, не потому что он какой-то ненормальный, да, нездоровый психически, нет. Потому что он вот такой, такой тип мужчин. И всё. И вы либо принимаете его таким и становитесь для него родителем, для него родителем, для ребёнка вашего становитесь родителем, либо нет. Мне кажется, как-то вы с этим не определились. И мне кажется, что вы не отдаёте себя черт в том, что мужчина таким является в том числе и благодаря вам. Что вы, потакая его поведению, потакая, подтверждая его ценности, вы создавали его. И вы его создали. Благополучно создали. А теперь вам по факту не нравится то, что получается. Так кто здесь нанесёт ответственность? Мужина, который всегда демонстрировал вот то, как он есть и, в общем-то, никогда не обещал и не претендовал на большее, судя по вашим рассказам. Или вы, которая сперва выступала родителем для мужчины, а потом начала ему предъявлять претензии за то, что он, мужчина, ребёнок. Ну так, это странно. Вы сперва человека к определённой модели поведения своим поведением приучили. Мы сперва определённой модели поведения человека позволили быть. Позволили быть. А теперь определяются претензии за это. Так кто здесь нанесёт ответственность? Вы или мужчина? Мне кажется, что вы в большей степени. И нет, я не говорю, что вы не правы, нет, я не обвиняю вам. Просто я говорю о том, что в раздрае находитесь вы, в противоречиях находитесь вы, в неосознанности находитесь вы и того, что с вами происходит. И вы находитесь в неосознанности. Не мужчина, который чётко знает, что он хочет и который делает то, что он хочет. Который строго следует своей позиции. Вам бы у него в этом поучиться. И не ребёнок, который реагирует абсолютно нормально. Вы. У вас, товарищи. У вас вот эта вот неопределённость. Так кто же я? Жена, женщина или мать для своего мужа и ребёнка? По факту вы пожинаете плоды своих поступков. По факту вы с тем, с тем мужчиной, который откликается на ту женщину, которая является своей. И коль вы являетесь женщиной-матерью, будьте готовы к тому, если у вас будет мужчина или ребёнок. По другому не бывает. По факту это отношения неравнобравны со отношения родителей и ребёнок. А выстраивать отношения нужно по принципу взрослый-взрослый. Для чего необходим, в первую очередь, личностный рост с вашей стороны. Измените свой, измените мужчина. По принципу системы семьи. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Кроме того, я рекомендую вам исследовать, вот просто поискать в интернете психологическую игру, да, но, через запятую, так и напишите психологическая игра, да, но, вот и почитать. Очень, мне кажется, схожая с тем, как вы себя чувствуете. Чувствуете у себя жертвы, чувствуете у себя в тупике и не знаете, что вам делать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Не очень понял, кого вы назвали скотиной в последнее предложение. Очень надеюсь, что это не ребёнок и не муж. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Если вы всё-таки определитесь с тем, какие ценности есть лично у вас и будет им следовать.